На супер морозе, короче, лучше вообще не рисовать Терминатор рисует, я уже пятый раз пошел греться, он все рисует Приходит только за тем, чтобы поменять краску на теплую банку и дальше идет рисовать Ребята, это очень тяжелый контент, вот так снимать подряд, все делать и на холоде Подпишитесь, пожалуйста, на наш канал и на наш телеграм, и на телеграм школы граффити самое главное Там девчонки ведут конкурсы, постоянно подписывайтесь, очень интересно там время проводить Всем привет, сегодня в нашей школе классический урок Wild Style Мы разбираем Wild Style, Wild Style зародился очень давно Самый такой динамичный, крутой стиль, шрифток Фильм был Style Wars, был в 83 году выпущен То есть, грубо говоря, это один из самых старых стилей Это заплетены, много деталей заплетены, там стрелочки дополнительные, там всякие звездочки Взрывы, блики, вот это вот все появилось в 80-х годах Как создаются, да? Из простой буквы добавляем элементов, добавляем сложности И сгибаем линии, как хотим, но со вкусом И делаем крутые буквы Почему у них воносли в эту цифру? Ну это знак, символ В принципе, цифра может быть, буква и губ Вася, правильно делаешь Сначала центральную линию делаешь, а потом уже расширяешь буквы Wild Style это такой шлифт очень сложный Бывает это дикий, а ставил это стиль Что ты рисуешь? Какие буквы? Ну, 2024 и просто четверка Какая твоя самая страшная оценка? Два, наверное И это, скорее всего, будет из Олда У вас в школе все-таки есть, да, оценки? Нет, я просто 4 года в обычной учился До четвертого класса, да? Нет, даже не до четвертого До конца четвертого класса Добавляя фишки к буквам вспоминаем урок по добавлению фишек разных Ну тут тоже, конечно, есть, но еще есть разные фишки, которые были на прошлых уроках И вот сегодня очень большой мороз стоит Поэтому Вася вышел, небольшой шлифтец рисует Ну и мы там рисовали Цифру 24, сейчас Новый год И наступил 24-й год Ну и вот, что получается у Васи И объем, как делать, все уже умеет Это шмотик тренируется Все, это был урок по вайл-стайлу А теперь будем показывать, как на самом деле надо, короче, рисовать Круто, очень просто Сейчас поедем искать стеночки И, в общем, в этот раз решили порисовать МТН Вот такие вот цвета взял Хочу сделать что-то зелененькое, тепленькое Ну и у меня еще белый был Уже использованный Вот так, на блике Поехали Короче, вот нашли стеночку Тут такой большой сугроб был Откопали Сейчас будем рисовать на ней Ну вот тут самые главные враги Граффити Это вот афишечники Кстати, это мероприятие Get Petrol Это где мы были Где у нас был видос Как мы тачку разукрашивали И мастер-класс проводили Ну все, мы тут после Долгих обсуждений С Егором Вот откопали всю стенку Все почистили Придется вот этих ребят Знакомых перекрывать Но они уже были перекрыты Афишем Думаю, не обидятся Вот решили вот такой вот Wild Style сделать И сейчас снова буду рассказывать Как это делается То есть мы уже Обзор Titan сделали Именно с этим шрифтом Только в темном исполнении Сейчас буду делать в светлом исполнении В лучших зимних традициях Столик делаем Чтобы краска на полу не стояла Ну все, то рекомендую всем сначала Взять какой-нибудь нейтральный баллончик И вот так вот Позапылять Темные оттенки Все Чтобы это не мешало Разметке То есть прям по конторам Под скайпом Прохожусь Чтобы более чистенький Шипонец был Ну и одевать респиратор Всегда Так, ну так как это у нас был урок По Wild Style Буду рассказывать На примере нашего урока Получается у меня Сейчас идет Композиция Ровная и плотная Вот у нас есть Центральная симметричная Ровная и плотная И асимметричная Это когда под наклоном А у меня ровная идет Композиция Сейчас какой смысл Я размечаю на стене Просто Почти печатные буквы Вот как букву С И потом буду их уже обводить У меня более ломанный стиль Не так как вот Здесь приведено на уроке И сразу рассказываю Вот будем рисовать сегодня Девяносто четверкой Это низкого давления Но так как у нас есть система подогрева Которая в машине находится Мы в машине греем баллончики Мы будем их постоянно туда носить Они будут всегда тепленькие Вот Приходит девяносто четверка Вот с такими белыми Покет кэпами Там такой узкий разрез Проверим как он пшикает Ну вот нормально он пшикает Давай прям Сделаем сразу Вот здесь вот просто размечаю Букву Б По русски Букву Р Букву А То есть только центральную линию Разметил Ну собственно я всегда это рассказываю Ну Повторение мать учения И букву З Все У меня все влезло И теперь утолщаю вот эти буквы Прямо как написано в нашем уроке То есть наши уроки создаю я Советую с пацанами постоянно Как делать лучше Ну да кстати Покет кэп Вот от МТН Вообще хорошо что Он дает такую Среднюю линию Для холода Самое то Потому что Сегодня рисовали С школьниками С учениками нашей школы И там проблема была Что баллончик замерзал Буквально за Кэп Крисал очень тонко Буквально за Пять минут рисования А здесь мы уже Да это был Артон Вот делаю букву А Очень красивая буква Получилась На эскизе Здесь И в реальности Тоже красиво получится Вот утолщаю все линии Сразу добавляю фишки Здесь Немножко Ошибся Букву З Слишком Тонкую Сделал Надо чуть-чуть Утолщить Поэтому хорошо Сначала наметить Чисто букву Одной линией А потом уже По ходу решаешь Иначе так Слишком долго Будешь работать Над одной буквой А вторая у тебя Если Не получится То все Придется переделывать И первую И вторую Все Вот весь шрифт Как бы накинут Сами букву И после этого Добавляем уже Дополнительные фишки В данном случае У нас дополнительные фишки Это Стрелочки Ой, что-то я тут Натроил Слишком толстую Сделал стрелочку Фишка Тоже Под буквой Р Просто Полосочка Которая Закрывает Пространство Чтобы создать Плотную Такую Композицию То есть Создаем шрифт Так Чтобы у нас Промежутки Были Примерно Соразмерные Не было Где-то слишком плотно А где-то Слишком пусто Здесь тоже Добавляем Стрелочку Стрелочки Они вообще Никак не Привязаны К шрифту Они просто Сверху Как бы Накладываются Ну и Как я всем Рассказываю Ребятам Что шрифт Мы сначала Создаем Основу А потом Уже Со временем Совершенствуем И совершенствуем Это получается Третий раз Я рисую Вот этот шрифт Ну в таком стиле Но с каждым Разом Я его Совершенствую Делаю Более Четкие Линии Анализирую Прошлые шрифты Смотрю На ошибки Получается В моей Жизни У меня Шрифты Каждые Наверное Делал Ну раз От пяти До десяти Раз Каждого Стиля Шрифт Весь Размечен И я предлагаю Баллончики Там некоторые Погреть Сразу Оставить Греться Заливаю Все Покеткэпом Очень удобно Красить Удивлению На морозе МТМ Вообще Хорошо держится И самое главное Что даже по сравнению Короче Трейном Рисовали Там вообще Плохо Пшикало Можете посмотреть Это видео Посмотрите Антен Сегодня Холоднее Чем Тогда И он Как бы Вообще Идеально Брызгает Намного Лучше Чем Артон Лучше Чем Лук Получается Лук Тоже Нормальный Главное Мне Лук Только По жидкости Не нравится Слишком Жидкий Но Хотя И МТМ Тоже Стал Пожиже Но Как видите Смотрите Он Сразу Перекрывает На Один Раз Это Очень Хорошо Все Показывают До Этого У нас Все Обзоры Были Тепле Более Менее А Хотя Тогда Тоже Было Холодно В Перефоде В Относительно Тепле По Сравнению Сейчас С Экстремальной Минус 20 Сегодня Нормально Хватило Краски Ну и шрифт Такой Тонкий Не сильно Бать Подкрашиваю Зеленый У меня Тут Специально Обогревочная Тема Беру Посветлее Зеленый Вот Такой Верди Лаос Крепчик Чистый Сохраняю Тоже Идет Спок Откапом Ну и Эскиз Нам уже Не нужен И Делаю Плавный Градиентик Делаю Конечно В своем Стиле Почитание Хорошего Цветов Напыление Делаю Сразу Верхушку Чуть Оставляю Потому что Я там Буду Делать Посветлее Ну Короче Ну На морозе Вот Этот Покет Кэп Вообще Просто Топ Топовый Кэп Топа 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 да за счет низкого давления в мтн расход меньше меньше улетает воздух и за счет пакет кэпа тоже что это них не факт тоже чуть меньше идет расход хватает надолго достаем прикольный цвет но опасный психо green но смотри здесь написано opacity вот это вот значок 3 то есть он по идее не сильно укрывистый сейчас проверим ну и действительно он не очень укрывистый смотрите вот темный оттенок пытаюсь прокрасить вроде ничего да приемлемо и подсветляю элементики он тоже уже под замерзший сейчас более плавный переход делаю светло-зеленого к зеленому просто издалека посмотрел что не так плавно в принципе когда контура будут сделаны я еще буду добавлять только больше напылить сразу все теперь достаю черный у черного здесь вот даже этикетка какая-то бумажная у них короче поменялась формула черного говорят стал лучше чем он стал лучше сейчас проверим данную в данном случае сразу не буду брать pocket cap потому что он такой более софтовый хочу более резкую линию делать будут придерживаться эскизы и начинаю контурить черный вообще еще и потеплее он вообще шикарно сделаю сначала контур в этот раз а потом расскажу про то как делать объем здесь вот заметил чуть-чуть отклонения от эскиза поэтому добавлю до холодновато немножко исправляю сразу линии потому что из-за холода разметил коряво ну черным антенном конечно просто кайф рисовать такой мягкий так плотно ложится вообще ни одного лишнего распыла сейчас проверим конечно когда он замерзнет надеваем респиратор не забываю ребята у меня прикиньте там пар замерз внутри респиратор и не работает короче придется без него делать длинные линии вот так перешагиванием делаю но все равно я уже вообще весь дрожжу короче так что если вам нравится такой контент на морозе это очень тяжело его делать ставьте пожалуйста лайк и обязательно подписывайтесь здесь разобьем все от мороза у меня начинают мысли короче путаться ребята я даже не знаю что говорить поэтому включаем план б и просто тупо все доделывает включаем режим терминатора делаем все быстро как будто у нас жесткий бомбинг идет хотя мы и так самом центре города по сути стена ни с кем не согласована на примере последней буквы показывала как делать объем то есть мы уже рассказывали про этот у нас объем идет в бок повторяем вот такую же длину где-то 30 сантиметров в бок полоску делаем это тоже и соединяем потом вот эту делаем здесь делаем и соединяем таким образом у нас получается ровный объем и соединяем это уходит сюда где-то здесь эта точка находится все вот здесь полоска она как бы в уме потому что она заходит за заливку поэтому поиск и скорялась вот этого что холодно ну ладно так сделаю потом здесь с контуром все отмечу здесь так же все все это на уроках мы рассказываем пацанами тренируемся почаще чтобы это уже на автоматизме происходило для взрослых это кажется банально а вот для детей для новичков это еще трудно мы все и заливаем тут про заливку что говорить все приятно мягко перекрывают на один слой я не знаю как там тимур рисует я вот здесь сижу греюсь грею баллоны и вообще нет никакого желания выходить на улицу очень холодно тимур как этот терминатор понял что некоторые элементы слишком тонкие получились ну и заодно соединить их надо то есть как бы после контуров после объема исправляем соединяем утолщаем делаем более динамические полоски заостряем линии соединяем их чтобы они были в одном направлении убираем заусенцы всякие чтобы контур несмотря на то что это такой wild style бомбинг все равно надо стараться делать так что выглядело это все красиво здесь вот это надо элемент соединить в одну линию делать полоски и соединить здесь уже элемент беру психогрин и добавляю блики вот здесь надо подправить и как бы блики у меня плавно переходит в другой оттенок какой прикольный эффект это придает терминатор рисует я уже пятый раз пошел греться он все рисует приходит только за тем чтобы поменять краску на теплую банку и дальше идет рисовать ну вот делаю более таким потемнее зеленым тоже блики но более темным зеленым как бы таким образом создается такой более гармоничный эффект вот у нас тут сомнения сделать розовый аутлайн ну секонд аутлайн и желтые пузырики на фоне либо наоборот желтый секонд аутлайн и розовые пузырики а вы бы как бы сделали лучше ну да решили розовым поделать тепленький тепленький но хорошенький ну по-моему уже делали такое да сочетание на гараже тогда ну вот сейчас тут занимается вот подсветливаю эти объем просто на грани разбиваю и сейчас буду заново черным проходиться ну чтобы чуть чуть посложнее смотрелся объем а то так слишком черный чисто по бомберски было а так хотя бы ну немножко покрасивее будет так ну и сразу делаю несколько вот такие эффекты которые мы сегодня учили на граффити уроки такие полосочки которые разбивают шрифт так здесь тоже выбираем какую-нибудь штучку не знаю вот эту может выбрать да вот здесь у меня все потекло прям вот здесь у меня все потекло прям забыли пройтись отолщаем выравниваем и доводим до нужной кондиции шрифт здесь забыл здесь забыл не знаю стоит ли сделать тень но наверное не буду делать потому что уже очень холодно и вот такой был необычный видос про граффити школы и про обзор совместили с обзором мтн сразу хочу сказать что на супер морозе короче лучше вообще не рисовать но так краска хорошо себя повела конечно ушло у нас получается 7 баллов с колончиков каждый по 660 рублей это 4 600 ушло вот на такой рисуночек ну еще осталось конечно много не забывайте подписываться на наши телеграмму на обе на мой и на нашей граффити школу нашего граффити магазина там девчонки пополняют поддержите наш проект и вконтакте тоже подписывайтесь подписывайтесь